В основе этой истории лежат реальные события. Контент-фильм представляет Субтитры создавал DimaTorzok Фильм Джеймса Стронга Субтитры создавал DimaTorzok В ролях Дэвид Теннант Джек О'Коннелл Сэм Клафлин Дин Эндрюс Кейт Ашфилд Дэвид Калдер Нил Даджан Тим Хилли Мелани Хил И Дю Грей Скотт Автор сценария Крис Чибнелл Режиссер Джеймс Стронг Юнайтед Мюнхенская трагедия Двумя годами раньше Данк сигнала морская пехота идет в решающее наступление на атомных маневрах. Для военных это генеральная репетиция, для ученых — совершенствование ядерного оружия. 1956 год, сентябрь. Новости спорта. Гордость Манчестер Юнайтед тренируется перед новым футбольным сезоном. Молодость и отсутствие опыта не помешали им в прошлом году стать чемпионами первого дивизиона. Но смогут ли малыши Басби повторить свой триумфальный успех в предстоящем сезоне? Конечно, сможем. Глупый вопрос. Итак, знакомимся с игроками. Капитан команды Марк Джонс из Барнсли. Ранний нападающий Дэвид Пэхт из Йоркшира. Это я. Уроженец Манчестера Эдди Колман. И лучший из Дадли, героя Средней Англии, великолепный хаутбэк Дункан Эдвардс. Главный тренер команды Мэтт Басби и его правая рука Джимми Мерфи заткнули рты скептикам, заявлявшим, что с таким молодым составом им не видать трофеев. И теперь другие команды могут только гадать, какие еще юные таланты пополнят ряды могучих малышей Басби. Раздевалка. Эй, эй! В воскресенье он был на матче Манчестер-Сити. Добрось ты, Колман. Был, спросите его. Прошу, скажи, что ты там не был. Это Молли? Понятно, он прячется под ёбку. Она болеет за Сити, просит, чтобы я ходил с ней. Ты был неправ. Надо сразу задавать девчонке вопрос, ты за красных или за синих? Отстань. Он прав. Ты слышишь это, Бобби? Тоже мне, герои-любовники. Зато я играю по всему полю. Ему часто снится, что он Казанова. Я тут что, просто так стою? Давайте, парни, вы его слышали? Покажите себя. Тем, тем, быстрей! Что, по-вашему, это называется бегать? Моя бабушка обогнала бы всех вас, а она уже 20 лет на том свете. Быстрей! Футбол – игра простая. Получаешь мяч, пасуешь мяч, забиваешь гол. Всё остальное – украшение. Слава Господу нашему! Единственной красоте украшения не нужны. Мяч круглый. Он катится. Что-что, не слышу? Мяч круглый. Он катится. Назад. Пас назад в одно касание. Это два. Молодец, Дункан. Забудь об Англии, ты почти созрел для Уэльса. Первый состав со мной. Пошли! Остальные ко мне. Встаньте в круг. Сюда, Бобби. Ждём тебя. Юный Бобби. Здравствуйте. Мистер Мерфи, мне бы поговорить. Можно? Конечно, можно. Как думаете, когда босс даст мне мой шанс? Когда поймёт, что ты готов. Я здесь уже три года. И я делал всё, что вы мне велели. Да что ты говоришь? А надо больше. Больше часов, работа, тренировок. Никогда не видел, чтобы игроки умирали от усердия. Да, Берт? Да, Джим. Но другие как-то всё-таки пробиваются, а я... А ну-ка, пойдём. Олд Траффорд. Поле находится в самом центре самого большого промышленного района страны. Вон на той трибуне места текстильщиков. А там плотники. Докеры. Слесари. И только здесь их что-то объединяет. Мы их гордость. В конце рабочей недели мы их свет в окошке. Как минимум до утра воскресенья. И мы обязаны им всем. Ты хочешь играть для них? А мы с мистером Басби должны знать, готов ли ты отдать всё этим 80 тысячам в субботу в три часа дня. Но пока это поле, этот клуб, совершенно ничего не должны мистеру Бобби Чарльтону. Ты скулишь или работаешь? В этом вся разница между теми, кто может, и теми, кто нет. Я буду работать. Нас ждут великие дела, Бобби. Здесь всё для тебя, клянусь. Сколько у тебя ног? Две. Почему ты не используешь обе? Ну, мне удобнее правой. Тренируешь левую? Играешь левой? Нет. И думаешь, что правой лучше? Видишь эту стену? Левой ногой, потом правой, левой, правой. Бей со всей силы. Вкладывайся в каждый удар. Стучи по стенке каждый день, по часу, как минимум. И лучше, чтобы никто тебя не видел. Почему это? Зачем им знать, как ты хорош? Ещё не время. Давай. И минимум по часу, учти, договорились? Это вам. Нет, если ты можешь ударить, и у тебя хорошие шансы, не поднимай голову. Сразу сильно бей в створ и старайся закрутить мяч. Нет, если я не посмотрю, я точно промажу. Ты не знаешь, куда он полетит. И вратарь тоже, ведь так? Зритель простит того, кто ударил и промахнулся, но не того, кто упустил свой шанс. Вы никогда не хотели стать главным тренером? Нет. Нет, собрание, заседание, совет правления клуба – всё это не для меня. Нет. Вот мистер Базби, он дипломат. А я тренер. Пустите меня на травку, и я разгляжу будущее в густом тумане. Моя награда, парни, видеть, как ваша искра разгорается в пламя. Не скучаете по игре? О, как по язве желудка. Цените каждый миг, парни. Всё так быстро проходит. Я бы ему этого не простил. Готов слушать всю ночь. Что ещё я должен сделать, чтобы попасть в состав? Продолжай трудиться и улыбаться. Твоё время придёт. Тебе легко это говорить. Ты уже в 17 лет играл за Англию. Все любят тебя, могучий Дункан Эдвардс. Я тоже был на твоём месте. Я тогда вкалывал каждый день, каждый час. Мне не подарили место в команде, я его украл. Трудно попасть в состав, трудно в нём удержаться. Но если тебе слабо бороться за это ещё лет 15 твоей жизни, лучше сядь на поезд до родного дома. Но это было бы глупо, потому что ты чертовски хорош. Общий день, который я беру на помощь. Сядь на поездной поездке. Подписывайтесь на наш канал. Что это за наш канал? Сядь на поездке. Сядь на поездке. Сядь на поездке. Сядь на поездке. Продолжай. Расслужение. Доброе утро, босс. Ну, как он? Лучший бомбардир лиги Алтринчима в последнем матче 12-0. Почти все голы забил Бобби. Он здесь каждое утро? Приходит на час раньше, уходит на час позже. Да, парень стоящий. Ты уж не погуби его. Не сбавляйте темп! Доброе утро, боссы. Дункан. Итак. Ты готов противостоять мощи футбольной лиги? Мистер Базби, я хочу, чтобы между нами была абсолютная ясность. Футбольная лига категорически запрещает этому клубу участвовать в новом европейском турнире в этом сезоне. Что? Мистер Хардейкер, я не уверен, что у вас есть право на это. В прошлом году я не допустил к участию Челси, и с вами я сделаю то же самое. И в этом я не уверен. Я пользуюсь полной поддержкой Совета Манчестер Юнайтед, и мы чемпионы Англии. У нас есть полное право выступать в Европе. Но зачем вам это нужно? Что вы можете получить? Деньги? Славу? В каком-то ничтожном турнире, что и год не протянет. Я так не думаю. И мы уже согласились участвовать. Понятно. Позвольте напомнить вам, мистер Баспи, что для вас главное игры в футбольной лиге. Для меня главное футбол. Этот клуб и его болельщики. Турнирный календарь лиги? Будет соблюдаться. Я это гарантирую. По-моему, вы не понимаете. А вы сами-то играли, мистер Хардейкер. На какую позицию предпочитали выходить? Сколько трофеев вы держали в руках? Сколько раз выступали за страну? Нет. Нет. Вы человек лиги. Человек стола, графиков и бюджетов. А вот мы с Джимми, мы люди травы, мяча и красоты. Игра в футбол не ваша собственность. Не учите меня правилам этой игры. Что ж, если это всё... Это далеко не конец. Спасибо, что потратили время, сэр. Пятое октября 1956 года. Так больно? Нет. А так? Да. Отдохни неделю. Не напрягай ногу. Эй, только не вздумай себя жалеть. У меня тут полкоманды с травмами. Эй, Бобби. Старик тебя зовёт. Сегодня же пятница. По пятницам он назначает состав на игру. Я знаю. Тогда давай, одевайся. Как твоя лодыжка? Лодыжка? Это в самом конце ноги. Врач сказал, она тебя беспокоит. Нет. Нет, всё отлично. Ты завтра играешь? В команде? Нет. В духовом оркестре. Да, в команде. Боже мой. Спасибо, сэр. Спасибо. Я вас не подведу, клянусь. Надеюсь, что нет. Большое спасибо, миссис Ви. Очень вкусно. У вас отличный аппетит. Повысьте ему квартплату. А может, я так и сделаю, посмотрим. Не принимайте меня всерьёз. Моя правая нога едва ходит, Дункан. Как я буду играть? От меня толку не будет. Он прав, парни. Так и скажем старику. Бобби не хочет завтра играть. Даже не думай об этом, Эдди. Положи на ногу холодный компресс, а в три часа ночи снимешь. Но я же так не уснул. Что это? Стакан шерри полчаса, и ты в отключке. Нет, нет, Пегги. Я не люблю шерри. В медицинских целях. Да, молодец, парень. Надёжное средство. Уснёшь, как младенец. Уснёшь, как младенец. Стретфорд-Энд Нужна помощь, сынок. Простите, офицер. Я не могу заснуть. Торчать здесь без толку. Мне просто нужно было это увидеть. А футбольному клубу не нужно, чтобы ты болтался возле него в такую раме. Проваливай. Нет, я из команды. Я буду играть за Манчестер Юнайтед. Здесь. Завтра. Сегодня. Ну, конечно, сынок. А я во вторник играю в крикет на поле Лорда. Ну, ступай домой. Манчестер Юнайтед. Чарльтон Атлетик. 6 октября 1956 года. Привет, Бобби. Привет, Бобби. Ой-ой-ой, а вот и он. Одевайся, пора. Или ты решил весь день тут простоять? Давай, Бобби, давай! Давай! Так, парни, босс здесь, босс здесь. Чарльтон Атлетик. Тактику вы знаете. Вы всю неделю занимались этим. Следите за их большой девяткой. Он быстрее, чем кажется. Их центральный хэффбэк сразу начнет задирать вас. Оскорблять, не заводитесь. Держите их плотно, чтобы не открывались. Когда мяч у вас, двигайтесь. Пусть побегают. Быстрее выдохнутся. Не теряйте концентрацию. А ты... Не играй в их игру. Играй в свою. Да? Да, босс. Джимми. Кто у нас здесь сегодня из Донкастера? Давай, Пегги. Да, славные деньки в солнечном Донкастере. А что с Элфорд? Есть парни с Элфорда? Да, вот он. А из Барнсли есть? Это я, босс. Духовой оркестр из Барнсли. Молодец. А кто у нас из прекрасной Средней Англии? Да, убийца Дадли. Северо-восток? Прекрасно. Наш новичок Северо-востока. А как насчет... Чарльтона? Нет? Хорошо. Потому что я страшно ненавижу Чарльтон. Яблоки, груши, скользкие угри, перламутровые короли. Заткнитесь, уроды из Южного Лондона! Да! Покажем им! Я прав? Прав! Я прав! Да! Тогда пошли! Вперед, парни! 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 Какого черта он там делает? Упражнения! Перед каждым матчем! Ему 90 минут играть в футбол. Будут ему там упражнения. Дункан Эдвард, сэр. Я слежу за вашей карьерой уже 10 лет и очень вас уважаю, сэр. Спасибо. Но здесь репутация ничего не значит. Если столкнетесь со мной на поле, улетите на дальнюю трибуну. Понятно, шеф? Что я здесь делаю? Ты можешь. Мне бы на твоё место сейчас. Вперёд, парни! Мы тут не просто так. Вперёд, парни! Вперёд! Давай, давай! Пошли! Пошли! Эдди Колман делает передачу на Дэвида Пэка. Пас Бобби Чарльтону, он бьёт. И забивает гол! Юнайтед сегодня неудержим. Дункан Эдвард снова идёт вперёд. Чарльтона держит очень плотно. Пас Чарльтона, он бьёт сходу. Это гол! Его второй гол в матче! Манчестер Юнайтед 4, Чарльтон Атлетик 2. Поставьте меня! Поставьте! Бобби Чарльтон один такой! Бобби Чарльтон один такой! Бобби Чарльтон один такой! Эй! Два гола в дебютном матче, но ты даёшь! Это вы меня всему научили? Нет, меня там не было. Нет, правда, я... Это твоя заслуга. Пусть другие скромничают. А ты прими душ. Иди. Горжусь тобой, парень. Вы же ещё дети! Как вы можете так играть? Вы же ещё дети! Футбол. Самая приятная игра. И под солнцем, и под дождём. Есть у меня любимая команда. Манчестер Юнайтед. Манчестер! Начало нового года. Малыши Басби неудержимы. Чемпионы английской лиги и полуфиналисты Кубка Европы прошлого сезона сейчас лидируют в чемпионате и во второй раз выступают в Европе. В четверть финале Кубка Европы могучие красные сыграют на выезде с командой «Красная звезда» Белград. Победив в домашнем матче на Олд Траффорд со счётом 2-1, малыши отправляются за железный занавес в Югославию с надеждой, что им удастся во второй раз подряд пробиться в полуфинал. Только не забудьте помыть за ушами, мальчики. 15 января 1958 года. Мистер Хардейкер из футбольной лиги на линии. Спасибо, Алма. Пожелай мне удачи. Мистер Хардейкер, сэр. Чем могу быть полезен, мистер Басби? Я хотел бы узнать. Возможно ли перенос на другой день нашего матча в субботу, 8 февраля, с командой Вулверхэмптон-Вандерерс? Боюсь, это невозможно. Видите ли, у нас ответный матч в Белграде в среду, а это довольно далеко. По правилам лиги, вы должны вернуться в Англию минимум за 24 часа до начала игры. То, что клуб делает в Европе, хорошо для страны. Полезно для международной репутации нашего футбола. Мы доказали, что можем играть с лучшими командами. Календарь матча футбольной лиги не будет изменяться по вашей прихоти, мистер Басби. Вы должны вернуться в Англию в пятницу, 7 числа, чтобы сыграть свой календарный матч 8 числа. В противном случае вашей команде будет засчитано дисциплинарное поражение. Есть еще вопросы? Хороший сейф, Гарри. Закажешь частный самолет? Я не хочу давать Хардейкеру никаких поводов. Мы сыграем все свои матчи в Европе и дома. И мы во всех победим. Вам лететь на матч на частном самолете, мне тренировать сборную. Что ж, хочешь тренировать Уэльс, оставайся без сладкого. Эй, что может быть слаще толпы в Нинниан-парке? Как тебе новый кипер? За 23 500 фунтов можно купить весь Донкастер. Не то, что кипера. Беру! Он зверь. Черт возьми, шеф. Но он наш зверь. В штрафной я главный. Здесь мяч без моей команды не трогать. За этими линиями моя территория, ясно? Предельно. Валите все отсюда. Не спорьте. Мне все равно, как тут было раньше. За белыми линиями слушать меня. Или я пинками погоню вас отсюда и до вторника. Мы идем в Плазу в субботу после матча. Хочешь с нами, Гарри? Да, пошли, Гарри. Я хочу матчи выигрывать. А не шляться по кабакам. Вы развлекайтесь, малыши. А мне друзей уже хватает. Верхний, верхний. Молодец, Гарри. Вратари, они все такие. Привет, парни. Как дела? Отлично. Ну, давайте, парни. Поздравляю всех. Выбьем за наши будущие успехи. А ты бы пригласил кого-нибудь на танец? О нет, я плохо умею начинать беседу. Ручаясь, ты бы понравился многим девушкам. Но только соблюдай золотое правило. Не говори им, что ты футболист. Это почему? Максимальная зарплата 15 фунтов в неделю. Карьеру закончишь к 40 годам, и то, если повезет. Какой девушке нужны такие перспективы? Моле нужны. Она осаденная. Говори им, что ты слесарь или плотник, тогда они могут заинтересоваться тобой. Какой ужасный совет. Не слушай ты его. А вы уже выбрали дату или нет? Возможно, следующим летом, межсезонье, раз уж есть возможность сэкономить. Ты успеешь найти девушку и прийти с ней на нашу свадьбу. Пошли. Идем. Куда ты ведешь меня? Пойдем в бар. Привет. Ты Бобби Чарлтон? Да, это я. И ты волнуешься из-за поездки в Югославию, да? Я слышала, там у них нет еды. Я очень люблю танцевать. О-хо. Пойдем. Пойдем. Возьми меня за руку. Ты прирожденный танцор. Третье февраля 1958 года. Частный самолет. Вот так живут кинозвезды парни. Как думаете, он работает как такси? Очень хочется на недельку на Багамы. Ладно, грязнули. Встаньте в ряд. Вас хотят сфотографировать. Бог знает зачем. Люди увидят ваши жуткие рожи и бросят покупать газеты. Улыбайтесь, как кинозвезды парни. Еще раз, пожалуйста. Спасибо, ребята. Белград, Югославия. У этого типа приветливый вид, нет? Веселый Чарли. Джимми удачно не поехал сюда. Чемодан. Зачем они вообще проверяют наши вещи? А вдруг ты везешь что-то вредное для коммунистического режима? Я и везу. Мои победные бутсы. Красная Звезда станет дохлой звездой, когда я с ними разберусь. Парни, заткнитесь, они вас слышат. Откруйте чемодан, пожалуйста. Что, футболистов у вас не кормят? У нас в Белграде тоже есть еда. А еще у нас есть хорошая футбольная команда. Вы долго ехали, чтобы проиграть. Я бы... Вот в этом мы не слишком уверены. В Белграде прозвучал финальный свисток. Счет 3-3. Общий счет по сумме двух матчей 5-4. И Юнайтед проходит в полуфинал Европейского кубка. Их следующий противник – великий и ужасный Милан. Пегги, как думаешь, что это такое? Керосин? Это водка. Их подарок тебе. Просто возьми ее, чурбан неотесанный. Так. Дамы и господа. Прошу вашего внимания. Будьте любезны. Я подумал, было бы славно, если бы эти парни поделились с вами своим культурным наследием. Слушайте, я не желаю тут в одиночку мочиться против ветра. Давайте, никаких оговорок. Стою крепко. Начнем. Я волочился за Мэри Джейн. Я волочился за Мэри Джейн. О, икли мор бартат. Я волочился за Мэри Джейн. Да, я волочился за Мэри Джейн. О, икли мор бартат. О, икли мор бартат. Да, парни! О, икли мор бартат. О, икли мор бартат. О, икли мор бартат. О, икли мор бартат. 6 февраля 1958 года. Помолчи немного, ладно? О, Гарри, ты ворчишь только потому, что вчера в карты продул. У вас карты краплёные. Ох, гадость какая! Это ты ползал на карачках по коридору, Колман. Заткнись об этом. Почему? Люди выставили свои туфли за дверь, чтобы их почистили, а он шутил, менял их местами. Пока не понял, что какой-то ботинок принадлежит боссу. И весь остаток ночи я разбирался, какой ботинок откуда, и расставлял их по местам. Жутко устал. Проклятие. Ты кретин. Дамы и господа, мы совершим посадку в аэропорту Мюнхена, где задержимся на короткое время для дозаправки самолёта, а затем продолжим наш рейс в Манчестер. Я прошу всех пристегнуть ремни безопасности и приготовиться к посадке. Спасибо. Часы сломались. Надевайте лыжи, парни. Что они сказали? Мы в Мюнхене или в Сибири? Для тебя, Зальдат, европейский кубок кончился. Эй, вспомни, в какой мы сейчас стране. Ой, Колман, сейчас получишь. Давай, Пегги. В голову, Пегги. Все на одного, да? Все, заходим. Похоже, нам придется ехать домой на поезде, парни. Вот смеху будет. Зато мы сможем выиграть у Греги остаток его зарплаты. А ты попробуй. Поездом нам вовремя не успеть, парни. Нам поражение засчитают. Они так не сделают. Быть не может. Почему у чая такой странный вкус? Потому что это кофе, придурок. Собирай, ребят. Все, самолет ждет, парни. Поднимайтесь. Ну, мальчики, пошли. 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 Мы опаздываем. Я знаю. Откуда у тебя взялись три туза? Тому везет, кто играть умеет. Думаю, ты берешь их из рукава. Ну вот. Тормозим? Что? Приносим вам извинения, дамы и господа. Небольшая техническая проблема. Нам пришлось прервать взлет. Возвращаемся в начало взлетной полосы и повторяем попытку. Что за... Может, надо, чтобы мы вышли и подтолкнули? А может, погуляем до утра в городе Мюнхене? Через минуту взлетим. А если нет, то Берт будет гонять вас вдоль взлетной полосы, чтобы вы очухались после вчерашнего мальчики. Продолжение следует... Что происходит, Боже мой? Простите, дамы и господа, у нас возникли технические затруднения. К сожалению, нам придется вернуться в аэропорт и выйти из самолета на время его осмотра. Продолжение следует... Все в порядке? Телеграмма моей квартирной хозяйки, чтобы не волновалась. Спасибо. Господа, пилот говорит, что уже можно взлетать. Благодарю. Все, парни, возвращаемся в самолет. Давайте, пошли в самолет. Скоро будем дома. Босс, вы в порядке? Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пристегните, пожалуйста, ваш ремень, сэр. Сэр, садитесь, пожалуйста. Сиди, не дергайся, Бобби. Сядьте, пожалуйста, сэр. Скоро увидимся. Продолжение следует... Нас тут прикончат ко всем чертям. Умереть в Германии, даже не зная немецкого языка. Мы уже в воздухе. Мы не можем слететь! Продолжение следует... 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 а этот на борту сегодня в Мюнхене. Причины трагедии до сих пор точно не установлены. Похоже, что самолёт при взлёте не смог оторваться от земли на значительную высоту. Список жертв ещё только уточняется, и нам придётся полностью полагаться на действия следственной комиссии. Всего шесть человек отделались более или менее лёгкими травмами. Говорю вам, я знаю не больше вашего. Послушайте, ещё не было никаких подтверждений, и мне почти нечего вам сказать. Кто-то из наших погиб? Мэрион. Мне нужна правда. Мы так думаем, но мы не знаем кто. Мы получаем противоречивые сведения. Но ведь Дункан жив? Молли. Дункан не погиб? Обещаю, как только узнаю, сразу скажу. Джейми, прошу прощения, вам звонят из футбольной лиги. Извините меня. Мистер Хардейкер. Мистер Мёрфи. Мы приносим вам свои глубочайшие соболезнования. Вам уже ясна картина случившегося? Нет, сэр. Разумеется, при таких обстоятельствах Лига выражает готовность перенести ваш субботний матч против Вулвархэмптон-Вандеререс на другой день. Спасибо. До свидания, сэр. Джимми, что можете нам сказать? 7 февраля 1958 года. Мы ждём точной информации. Как только получим, сразу сообщим. Что это значит для клуба? Окей, Джимми. Нет, сейчас не время думать о клубе. Сейчас надо подумать о семьях, потерявших близких людей, не только игроков, но и наших сотрудников и журналистов. Мы, мы молимся за них всех. Спасибо, господа. На Олд Траффорд, самом печальном футбольном стадионе, приспущены траурные флаги. Манчестер Юнайтед – лучшая футбольная команда Великобритании после войны. И вот семь её игроков погибли в авиакатастрофе. Ещё 10 человек, в том числе знаменитый тренер Мэтт Басби, получили травмы настолько серьёзные, что их жизнь может оборваться. Трагедия Юнайтед – отчаянная борьба за жизнь. Трагедия Юнайтед – отчаянная борьба за жизнь. Трагедия Юнайтед – отчаянная борьба за жизнь. Мне очень жаль. Вы говорите по-английски? Да. Мэтт Джонс, Дэвид Пэк, Роджер Бирн, Джеффри Бент, Лайем Уиллон, Томми Тейлор, Эдди Коулман. Мертвый. Кто? Они все? Дункан Эдвардс. Там что-нибудь сказано про Дункана Эдвардса? Нет. Дамы и господа, добро пожаловать в Международный аэропорт Мюнхена. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах. Он поправится. Три месяца на реабилитацию. Думаю, вероятность полного восстановления 70%. Его левая нога никогда не будет прежней. Маловероятно, что он сможет играть. Его почки очень сильно повреждены. Мы делаем все возможное, но я не Бог. Маловероятно, что он сможет играть в Международный аэропорт Мюнхена. В этой повязке ты похож на героя комиксов. Я знаю. Вы видели Дункана? Да. Идет на поправку. Хочешь видеть его? Мне не разрешат. Они все умерли, Джимми. Я знаю. Почему это случилось с нами? Я не знаю, сынок. Все под контролем. Ты не должен беспокоиться. Держи флаг высоко. Буду, я обещаю. Это я во всем виноват. Я не слышу тебя, босс. Я сказал, это я во всем виноват. Нет, я не желаю этого слышать. Ты тут совершенно ни при чем. Самолет – моя идея. Быстрее вернуться. Ради Лиги. Это я во всем виноват. Я за этим не любил от. Я не лета. Кто-то Baby. Хвалид, д独 THOMAS- Кто-то виноват. Я 오�ил виноват. Кто-то благодарен. tırю. Хотел-то? Кто-то любил мир. Кто-то любовь. Теб-то, кто-то möстил. Ведь, gens. Кто-то scraстрил. По-нуто,ゆп تھる. Где мои часы? Вы не видели мои часы? Нет, сынок. Ты хочешь, чтобы я нашел их? Во сколько начнется наш матч в субботу, Джимми? В три часа. Вздрючьте их, шеф. Обязательно. Продолжение следует... Я еду домой. Тела уже отправляют туда. Хочу быть там. Это мой долг. Что я могу для тебя сделать? С кем-нибудь встретиться? Ты летишь домой? Нет. Плыву на пароме. Ты вернулся туда, Гарри? Вернулся в горящий самолет? Я не думал. Я слышал, как плачет маленькая девочка. Я бы никогда так не смог. Ты узнаешь, на что ты способен только в такой момент. Почему мы, Гарри? Что? Почему выжили мы? Не смей так думать. Тела 17-ти молодых людей, что были так полны жизни, всего несколько дней назад вернулись в Манчестер. Они уехали из города, чтобы играть или рассказать об игре или посмотреть футбол. Друзья из Германии отдают дань их памяти. У Манчестер Юнайтед теперь много друзей по всей Европе, ставших свидетелями того, как безжалостная судьба забрала у этих парней самое дорогое, что у них было – жизнь. Из Мюнхена доставили 21 тело, 4 выгрузили в лондонском аэропорту. В этом году спортивная журналистика и несравненный Манчестер Юнайтед понесли невосполнимую утрату. Великие игроки, репортеры, рассказывавшие о спорте миллионам семей, отправились в свой последний путь. По всему пути к стадиону в знак уважения и скорби стоят 100 тысяч человек. Человеку отпущено так мало времени на земле. Но судьба поскупилась отмерить этим несчастным даже эту малую меру жизни. Почему? Спрашивать бесполезно. Вся нация может лишь скорбеть вместе с Манчестером. Субтитры создавал DimaTorzok Я привыкла слышать их в коридоре и под моим окном, смеющихся, галдящих, о чём-то спорящих. А теперь стало тихо. Как ты, Молли? Зачем они вернулись в тот самолёт? Там было полно взрослых людей, и никто не сказал. Думаю, это плохая мысль. Почему никто не возразил? Они что, все такие глупые? Меня там не было. Я очень злюсь на него за то, что он там ничего не сказал. Думаю, это плохая мысль. Будете стоять на часах всю ночь? Мы их побережём. Спасибо. Я их смотрел. Был на всех домашних матчах. Эти парни... Они были особенные. Они не просто лучшая команда, то есть, они ей были. Их больше всех любили. Вся страна любила этих парней. Мы не понимали этого до сих пор. Нет. 12 февраля 1958 года. Бобби? Что вы здесь делаете? Я твое дуэнья. Привезу домой целым и невредимым. Можешь не спрашивать. Через Хук ван Холланд, Харвич, билеты на паром заказаны. Не стоило вам приезжать за мной, Джимми. Я бы и сам добрался. Ты уже ходил к Дункану повидаться? Что говорят? Какие у него шансы? Босса уже отпели, а он поправляется. Я перестал слушать прогнозы. Он твой друг. Зайди к нему. Только вот что. Он не знает про остальных. Врач сказал, Шок может быть слишком сильным, так что... Я возьму это. Иди. Где ты был, чёрт тебя возьми? Я тут совсем один. Извини. Но ты не один такой. Эдди, Джонси, Пэк, как сквозь землю провалились. Во что вы играете? Очень хочется пить. Медсестру не видел? Нет. Кажется, мне никогда не дадут попить. Я так устал. Ненавижу лежать. Я хочу играть. Эй. Дальше у нас Милан. Мы туда отлично прокатимся. Если мне дадут попить. Увидимся с тобой в Англии. Альма сказала, что Стэн Кули звонил. Сказал, что если они хоть чем-то могут помочь. Хороший человек, Стэн. Уже скоро. Харвич, Англия. Бобби? Здравствуй, мама. Все спрашивают о тебе. Все очень хотят видеть тебя. Мы всё это время места себе не находили. До станции мы поедем на такси. Иди, садись. Я должен был быть с ними. Слава Богу, что вас там не было. Ведь у вас так много дел. И у нас тоже. Алма? Джимми. Привет. Ты шутишь? О, здесь только утренняя почта. И что нам делать со всем этим? Мы сортируем всё по категориям. Письма семьям, соболезнования клубу, письма нашим погибшим игрокам и пожертвования. О чём ты? Люди шлют не только открытки и цветы, но и деньги семьям. Купюры и почтовые переводы. Дети присылают свои карманные деньги. Мы записываем, кто что прислал и кому. Мы сможем заплатить этим помощницам? Не сможем. Они делают всё бесплатно. Они тоже хотят чем-то помочь. Спасибо, дамы. Пожалуйста. Господин доктор! Господин доктор! Я хочу, чтобы ты был сильным, Бобби. Он скончался, парень. Они сделали всё, что могли. Большой мальчик Эдвардс умер. Дункан Эдвардс, малыш Басби, умер. Большой мальчик английского футбола. Стрелом. Стрелом. Дол ładчик. Если повезет, и при попутном ветре, я думаю, мы сможем собрать команду к матчу против Шеффилд-Уэнсдэй. Команда сырая, с миру по нитке, но она будет. Джимми, Джимми, все не так просто. Эти игроки не были застрахованы. Нет. Нам просто не хватит денег на новых футболистов. Конечно, нет. Мы обсудили это и приняли нелегкое решение. Этот вариант нам представляется самым приемлемым и честным. Мы закроем клуб Манчестер Юнайтед на некоторое время. Верно, верно. Нет, нет, нет. Сейчас клуб нужен как никогда. Давайте откровенно. Ты не сможешь найти столько футболистов, готовых надеть майки Манчестер Юнайтед за такой короткий срок. Я смогу это сделать. Это невозможно. Не надо говорить мне, что это невозможно. Когда Мэтт Басби привел меня сюда, нам говорили, у вас не получится, это невозможно. Манчестер Юнайтед никогда не добьется успеха. Эти дети никогда не победят в лиге, не смогут тягаться с лучшими командами Европы. Но мы доказали, что они ошибаются. Так что при всем уважении, сэр, это возможно, и мы это сделаем. Ты позволяешь своему горе управлять тобой. Конечно, что еще у нас есть? Недостойно позволять сердцу затмевать рассудок. Сейчас горе двигает нас вперед. Это непрактично. Ладно, дай мне сказать, парень, я знаю этих ребят лучше, чем кто-либо. Я нашел их, я их растил. Я стоял с ними утром, днем и вечером, в дождь и в слякоть, в бурю и в снег. Они позволили мне стать воспитателем в их детском саду, и они отплатили мне за все. Они отплатили клубу своим мастерством и своим азартом, а теперь и своими жизнями. И я не предам их, я не сдамся. Джимми, мы все хотим почтить память погибших. Нет, нет, дело не в памяти, а в том, что мы должны показать миру, кто мы такие. Показать, что трагедия не сломила нас. Потому что в будущем мы будем такими, какими покажем себя здесь и сейчас. Я собираю команду, или остановите меня, прикажите вышвырнуть из этого здания. Вопросы есть? Алма, мне нужны еще игроки в команду. Тот список у тебя? Здесь клубы, номера телефонов тут. Понял. Ты в порядке, Джимми? Ну, сейчас мы этим и занимаемся, да? У нас есть шесть дней, нет денег, нам нужна новая команда. Привет, старина, слушай, ты знаешь, что у нас недобор? От кого ты хочешь избавиться? Алло, это Джимми Мерфи? Да, я ищу игроков. Любых игроков. Скажу честно, если он может бегать и знает, как выглядит мяч, я его возьму. Никто не думал, что все так выйдет. Вы наша надежда на будущее. Но основному составу нужна помощь. Придется отправить к ним некоторых из вас. Это ваш звездный час, парни. Покажите, готовы ли вы. Он ничего не говорил о возвращении. Он ничего не говорит. Раньше он смеялся и пел все время, а теперь молчит. Я только на пару слов. А я-то уж думал, что ты совсем разучился улыбаться. Двор у тебя чистый. Так вот, у нас скоро матч против Шеффилд-Уэнсдэй. Гарри Грэг и Билл Фоукс говорят, что уже готовы играть. Теперь мне нужен ты, Бобби. Послушай. Джимми, я знаю, как много ты для меня сделал, правда? Но я не передумаю. Сама игра залечит раны. Нет, не получится, Джимми. Как мне пасовать другому игроку, зная, что это не Дункан? Как мне смотреть на игроков в майках, которые им не принадлежат? Парни остались для меня в каждом уголке клуба. Для меня они и есть клуб. Без них это уже не Манчестер Юнайтед. Бобби, у нас с тобой остались только мы двое. Эти парни могут жить в нас, только если мы боремся. Если мы понимаем, что мы с тобой не одни. Помнишь, как ты начинал? Помнишь, за что ты полюбил эту игру? Ты нужен мне. Не становись одним из тех, кто погиб там. Я знаю, знаю. Ливерпуль. Да, мне нужно поговорить с мистером Тейлором. И Нотингем Форест дает все, что может. Нет, нет, милая. Нет, нет. Я знаю. Перестаньте плакать. Сюда нельзя так входить? Что вам угодно. Бишоп Окленд, любители. Но это же очень далеко. Мы в вашем распоряжении. Вы не останетесь один, мистер Мерфи. Минутку, милая. Вы когда-нибудь сами тренировали? Ну да. Так, господа, темп не сбавляем. При этом делаем прыжки в стороны. О, нет. Только не это. Терри, не поймите меня неправильно, но ваши лучшие деньки уже позади. Прошу всех собраться в штрафной площадке. Одно касание и удар поворота мистера Гарри Грега. Я прошу вас. Начнем. Кто первый? Фигня. Неужели? Ты доволен собой, сынок? У тебя вышло один раз. Запиши его имя. Это твой? Да. Да! Да, да! Да! Дай сюда! Да, да! Дай сюда! Дай сюда! И новости спорта. Сегодня вечером Манчестер Юнайтед играет Шеффилдом... 19 февраля 1958 года. ...перенесённый матч и четвертьфинала Кубка Англии. И фотограф из местного листка продал это большим газетам. Хочет сделать себе имя, скотина? Шострый мерзавец. Как его зовут? Малыш снова в игре. Я бы поговорил с ним по душам, а? Чтоб не лез в чужую жизнь. Да ладно, ничего страшного. Но ты имеешь право спокойно гулять по своей собственной улице, парень. Вот именно. Кстати, как там бедро Мэри? Уже лучше, нет? О, нет, сынок. Её бедро – самый сложный и непредсказуемый сустав в истории медицины. Вот только на её характер оно никак не влияет. Это бедро болит только, когда Мэри хочет чаю или бутерброд. Но в тех случаях, когда что-то нужно ей самой – бинго! Сразу происходит чудесное исцеление. Пять докторов говорят одно и то же. Ничего у неё не болит. Дядя Томми. Что? Ты отвезёшь меня? Куда это? В Манчестер. Мне очень нужно на Уолд Траффорд. Ты же хотел бросить играть. Нет, я бросил, но я просто должен быть там. Ну, если твой дядя Томми согласен. Да, конечно. Отвезу вот только. Сначала пиво допью. Мы можем опоздать туда, понимаешь? Успеем. Вот сейчас, как дам по газам. Эй, как в Вестерне, последний дилижанс из города. Вот чёрт возьми, нам только этого не хватает. Мне нужно отлить. О, давай, Томми. Ладно, парень. Не ходите за мной. Подпишись здесь. Быстрое фото. Добро пожаловать в клуб. Удачи. Давай, подпишись здесь. Быстрое фото. Ну, давай, подпишись тут. Быстрое фото. Отлично. Итак, у нас час до начала матча. Надо найти тебе форму. Всё, Алма. Почти приехали, уже близко. Сестра, подойдите. Радио. Дайте мне радио. Радио. Быстро. Боже мой, программка. Мистер Хардман написал прекрасную статью. Манчестер Юнайтед будет жить. Без имён. Сегодня утром я не знал, наберу ли 11 игроков. Правильно, что строчки пустые. Неважно, кто выйдет на поле, главное, это клуб. Чёрт возьми, фундамент может не выдержать такого глушительного шума. Я подумал, меня разыгрывают, когда мне сказали, что ты здесь. С возвращением домой, Бобби. Спасибо, что привезли его. Но у нас не было особого выбора. Он был настроен очень решительно. Это вам, господа. Лучшие места на стадионе. Спасибо. Отдельно от нас. Сядешь рядом со мной? Да. Можно я пойду и по-быстрому поздороваюсь? Давай. Увидимся потом, сынок. Пока, Бобби. Спасибо. Привет, Бобби. Порядок, Бобби. Вернулся, да? Нет, я в гости зашёл. Ладно. Гори. Нет. Я. Отвали. Кому-то из нас ещё матч выигрывать. Желаю удачи. Жду на тренировке в понедельник. Билли Фолкс, капитан Манчестер Юнайтед в матче против Шеффилд Уэнсдэй. Это самая драматичная игра в жизни малышей Базби. Шеффилд Уэнсдэй в полосатых футболках. Мяч в игре. Меньше, чем через две недели после Мюнхенской авиакатастрофы, малыши вышли на поле в пятом раунде Кубка Англии. Кроме Билли Фолкса, из прошлого состава в команде остался только голкипер Гарри Грэг. Давайте, парни. В понедельник я приду на тренировку. Правильно. Ведь у нас чертовски много работы. Давай! Манчестер Юнайтед 3, Шеффилд Уэнсдэй 0. Олд Траффорд видел так много великих дней, но это триумфальное возрождение после катастрофы, несомненно, навсегда останется величайшим событием. Бобби Чарльтон забивает победный гол в ворота Фулхэма, и Манчестер Юнайтед отправляется на Уэмбли в финал Кубка Англии, где встретится с Болтон Вондерерс. Южная раздевалка, стадион Уэмбли. Никто не верил в возможность такого подвига всего через три месяца после мюнхенской трагедии, опустошившей команду. 3 марта 1958 года. Финал Кубка Англии. Они ждут тебя. Никто другой не смог бы спасти этот клуб. Так мы поговорим с ними или нет? Босс, босс. Я в порядке. Я в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok Вы видели новые эмблемы на ваших майках Феникс Возродившийся из пепла Итак Вы вот что Выполняйте указания Джимми Вы на стадионе Уэмбли Дорожите этим моментом Никто не знает, когда это случится вновь Пробиться сюда – это уже чудо Мы уже победили, потому что мы здесь Что бы ни случилось на поле сегодня Я горжусь Всеми вами и каждым из вас Вы все знаете, что вам делать Вперёд! Спасибо! 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 Субтитры сделал Субтитры сделал Спасибо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо!